Как пройти медицинское обследование у узких специалистов? Какие выплаты полагаются военнослужащим, вернувшимся со специальной военной операцией? На эти и многие другие важные вопросы ответили на первом в этом году консультационном дне. Практика проведения единого консультационного дня продолжается. За помощью от администрации, надзорных органов и силовых структур обратились и сами участники специальной военной операции, которые вернулись домой. Каждый раз появляются новые специалисты, задача которых оказать максимальную помощь. Мы внедрили еще один новый наш проект. Это проект психологической поддержки наших граждан. Бесплатные сертификаты по оказанию психологической поддержки предлагаются нашим семьям. Кроме этого, мы предлагаем сертификаты для посещения культурных учреждений и учреждений спорта. Люди могут позаниматься, порисовать, заняться вокалом и при необходимости также прийти туда с детьми. Объединение детских библиотек подготовило мастер-класс, называется «Волшебная акварель». Библиотеки Тольятти – мастер-класс по живописи. Библиотека Автограда, например, даже мастер-классы под качество и придению. Школы художественные, лектории подготовили, о чем говорит искусство. Или просто мастер-классы по рисованию, по, например, росписи по ткани. То есть самые-самые разные интересные творческие занятия, которые, мне кажется, необходимы каждому человеку. На консультационном дне одной из самых востребованных стала площадка, где работали представители учреждений здравоохранения. В этот раз список пополнили стоматологи. Граждане чаще всего обращаются с вопросами по диагностическому обследованию, ускорить процесс обследования. Бывает такое, что им нужно какое-то определенное время, какие-то дни определенные. Вот у них бывают с этим сложности, с тем, чтобы пройти было удобно обследование. Записаться на прием к врачам, особенно узким специалистам. Руководители структурных подразделений постоянно связываются с жителями, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. Консультационный день – это серьезная и системная работа по оказанию адресной помощи для всех членов семьи мобилизованных граждан. Яна Серков, Владимир Никитин. Новости Тольятти.